КАПИТАНА КОМАНДЫ NAVI А почему? Потому что не смог, не знаю. Или ты загулял? Не, я не загулял. Проснулся где-то в 7 утра и всё, больше спать не смог. Им басрота. А почему вот так получается? У вас наверняка должен быть опыт о том, какой распорядок дня, как вы должны распланировать, чтобы подойти на турнир в оптимальной форме? Я знаю. Просто не пошло, короче, у меня. Проснулся и просто подумал по доте и что-то такое, как всё время. Перед риммагом то же самое было. Я почти тоже не спал, придумал какие-то стратегии и выиграл. Можешь рассказать, много ли вообще было у тебя задумок на этот турнир и сколько из них удалось реализовать? Связка тренд плюс дазл? Как вообще это было? То есть ты придумал во время пиков или ты до этого что-то задумывал? Эти все стратегии пришли ко мне сегодня. Так что во время турнира у меня происходит как бы задумка, что я могу сделать против этих противников. И я сделал вот Гоблок страту против них. Гоблок! Это его идея, не моя. В чем она заключается? Расскажи для тех, кто не знает. Ну, пикнуть с Чадо Преста и Трианта Луну на три лейн. Там у него, конечно, ещё Бристлбэк. Ну, они уже понимают об этом, конечно. Я даже не хотел брестлбэков брать, но лодка задумался, что я на фул Гоблок пойду. Нет, я хотел на Найва, кстати. И, ну, как бы я придумываю стратегии перед игрой. Бессмысленно чего-то такого побольше придумать. Конечно, ты можешь какого-то побольше придумать, если ты знаешь, что у тебя сейчас есть очень много времени, чтобы сыграть где-то какие-то кланвары. Но там не все время все происходит правильно. И поэтому, даже если ты попробуешь страте, может быть, враг что-то другое сделает. И во время турниров все время что-то меняется. И начинает как бы alliance какой-то timbre first pick, и никто этого не ожидал. И поэтому, если у тебя какие-то страты или баны были, могут они все поменяться и как бы ничего не использовать. А замечал ли ты, что вот, скажем, соперники alliance в финальном матче, они берут тускара, ну, собственно, у них был такой стак, какой они брали там на азиатской лиге. Знаешь ли ты, что они задумывают уже на стадии пиков или нет еще? Они это в Вегасе делают. Да? Да, в Лас-Вегасе. Да. Никитас. Да. Знаешь, я не думал, что они будут это использовать, кстати. 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 Арафелл. Ну, они это сделали. Ну, их стратегию они уже показали же, поэтому зачем мне как бы ссать эту стратегию. Я уже знаю, что они могут делать, что они смогут с этим фигней сделать. Это не сработало. Потому что я уже знал. И даже это был суппорт Ускар, а не какой-то керри. Они там с триантом играли. Ну, может быть, у них вообще была задумка сразу это сделать и не ожидали, что я возьму Shadow Priest. Потому что мы взяли только инвокера Луну. Он, может быть, думал, что, ну, сейчас типа Чена возьмут или что такое. Возьмут каких-то героев, кто не смогут помогать Луне. Ну, вот там что-то поменялся. Что можешь сказать о последних, не знаю, трендах в доте? Сларк очень сильный герой. Его очень много многие брали, но опять-таки в финале мы его не увидели. Почему? Как думаешь? Я его забанил один раз. Не может быть, два раза. Второй игре невозможно было им это взять. Возможно, конечно, но… Неуместно было бы, да. Да. И третьей игре у них уже задумка была на Наге. И зачем тебе Нагу сларк брать? Так что если бы мы сыграли семь еще игр, там, может быть, сларк какой-то бы был. А что можешь сказать о своих тиммейтах? Проанализировать, как сыграл хвост, Дэнди, Фаник, тот же Куроки? Были какие-то моменты, которые тебе запомнились очень сильно именно действия твоих тиммейтов? Там побольше была ситуация только эта, что я говорю, идите back, делайте это побыстрее. Теперь на Тауэре… Теперь на Тауэре они уже как бы умеют делать. Этот раз. Ну, где-то умирали по одному. Когда мы знали, что они там будут. Я подсказывал, что они там будут. И кто-то там Паник или Куро… Дэнди не умирал этот раз. Повезло. Не знаю. Я не думаю, что Alliance самые как бы лучше играли, чем мы. Поэтому они проиграли. Может быть, конечно, они лучше играли. У нас лучшая стратегия, что угодно, бла-бла. Меньше фидить надо. Понимаете? Надо меньше фидить. А что относительно вообще пиков? Скажем, Фаник в какой-то игре просил себе героев. Ты ему брал вот ту же ногу сирену. Он говорил, что хорошо играет. А почему ты не даешь Дэнди, скажем, тех героев, на которых он умеет играть? Что в Spirit? Ты брал его два раза в гранд-финале и у него там 100% винрейт практически. Вообще на тебя очень много критики в интернете. Мол, ты не умеешь пикать или еще что-то. Результаты говорят об обратном. Можешь объяснить, почему ты берешь тех героев, а не иных? Не знаю, я просто играю в доту. Отличный ответ. Спасибо тебе большое за интервью. Не буду задерживать. Какие-то слова благодарности. Привет и буду тебе. Go Na'Vi! Спасибо, это был P-Pay.